Что происходит сейчас в регионе, расскажет телеканал ПС в студии Вадим Федосеев. Добрый день. В начале на юг области деятельность двух агентств недвижимости в Котласа привлекла внимание Межрайонной прокуратуры. Проверки прошли в части исполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Организации, оказывающие гражданам посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи, обязаны иметь разработанные правила внутреннего контроля. Но, как выяснилось, не все выполняют требования закона. В ходе проверок установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью агентства оценки недвижимости Двинское правила внутреннего контроля утверждены в 2008 году. И с этого времени не приводились в соответствии с изменениями федерального закона. По результатам проверки в адрес директора общества внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявлено нарушения устранены. Более серьезные нарушения законодательства выявлены в ходе проверки другого агентства недвижимости «Золотый терем». На момент проверки правила внутреннего контроля здесь вообще отсутствовали. Кроме того, в отношении ряда должностных лиц ООО «Золотый терем» правоохранительные органы инициировали уголовное преследование по статье «Мошенничество». Теперь в Архангельск в городе состоялась торжественная церемония открытия первого всероссийского медицинского отряда «Коллеги». В него вошли студенты-медики из 12 регионов страны. Чем займутся будущие врачи в столице Поморья, выяснил Михаил Меньшенин. 33 студента – будущие хирурги, терапевты, педиатры. На это лето они оденут халатики медсестер, медбратьев и санитарочек. Бойцы первого всероссийского медотряда «Коллеги» будут трудиться в первой городской и областной клинических больницах Архангельска. Внести свой вклад в здравоохранение Поморья приехали представители 12 регионов страны. И все потому, что идея создания медицинского студенческого отряда принадлежит архангелогородцам. Сама идея изначально предполагалась для создания окружного отряда, в состав которого будут входить студенты-медики северо-западного федерального округа. Но потом мы представили свой проект на всероссийском слете студенческих отрядов. Ребята из других регионов, таких как Новосибирск, Красноярск, заинтересовались нами и мы решили вывести на новый уровень. Так, перескочив районный и региональный уровень, первый медицинский отряд сразу поднялся до российского масштаба. Коллеги, студенты медицинских вузов с юга, Урала, Сибири и даже берегов Байкала. Это очень интересный опыт, знакомство с новыми людьми, с новым городом, с больницами, которых мы не видели. Безусловно, участие оно и престижно в таком глобальном мероприятии. Ну и безусловно, очень интересно. Бойцы отряда коллеги будут работать в медучреждениях Архангельска до 20 августа. По сути, это первая производственная практика начинающих эскулапов. И то, что они решили зайти в профессию с самых низов, говорит, конечно, в пользу этих ребят. Очень важно общение. Вот они замечательное название выбрали, коллеги. Вот это уже начинается коллегиальное общение. Дай бог, что они сейчас подружатся, обменяются контактами. Может быть, будут всю жизнь потом дружить, может быть, где-то будут вместе работать, может быть, получат одну специальность и станут вообще специалистами в одном направлении, в одном отделении. Это очень интересно. От региона первый медицинский студенческий отряд поддерживает областной Минздрав. За работу младшим и средним медперсоналам студенты получат по 12-14 тысяч рублей. Некоторые из них больше потратили на дорогу. Востребованность в летний период дополнительно в младшем персонале, в медицинском персонале, всегда будет возникать. Я уверен, что такая практика будет востребована и в дальнейшем. Но вот будет ли это в формате всероссийского отряда или каких-то других формах, покажет работа самих ребят. Для Поморья такой опыт интересен по многим позициям. Не исключено, что кто-то из этих студентов после окончания своего вуза вернется в первую городскую или областную больницу Архангельска уже с дипломом врача. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. А в Виноградовском районе появился новый мемориал участникам Великой Отечественной войны. Чтобы обустроить памятник активистам ТОСа, конецгорские посиделки пришлось постараться. Работа шла не быстро. С правого берега Двины материал Артемия Заварзина. На территории Виноградовского района много удивительных поселений. Например, деревня Конецгорье. Она расположена на нескольких холмах. А сразу после равнинная местность реки Иллуга. Отсюда и название деревни Конецгорье, конец горам. Но конец инициативам и идеям местного населения, кажется, не придет никогда. Даже ТОС свой создали. Конецгорские посиделки уже пять лет организуют съезжие праздники, экскурсии для гостей. Для местной ребятни обустроили волейбольную площадку. Возвели часовню. Рядом с ней решили открыть воинский мемориал. Момент, которого ждали два года. Перерезали. На гранитных стеллах много знакомых для конецгорцев фамилий. Кузнецовы, Ковалевы, Суслоновы, Хлопины уходили на войну все вместе. Но судьба разделила. И из 500 человек с фронта вернулось чуть больше ста. Среди героев имя Павла Севастьянова. Пришел раненый. Прожил он недолго. Работал в совхозе. Совхоз у нас конецгорский раньше назывался. Бригадиром работал. И быстро он умер. У нас мама тоже всю войну проработала бригадиром. И сеяла, и пахала. Теперь будем приходить сюда обязательно. Все ордена и медали все у нас. Медаль за маленький подвиг заслужил каждый житель Конецгория. Деньги на мемориал собирали по крупицам, как и архивные материалы. Имена, фамилии, звания. Местный ТОС выиграл районный грант, что ускорило обустройство площади памяти. Пожалуй, что со списками было всех переживательней, надо сказать. Потому что очень боялась ошибиться. Много ведь собиралось не только по документам, собиралось со слов людей. Поэтому проверялось. На сайтах подвиг народа и мемориал уточнялось. Население у нас было очень большое. Поэтому у нас, видите, сколько досок-то много. Хотя сейчас деревня, конечно, маленькая. Но больших дел конецгорцам предстоит немало. Ранен душу. Состояние местных церквей, которые были закрыты в советское время и сегодня разрушаются. ТОСовцы настроены решительно собрать средства, выиграть гранты, чтобы под колокольные звоны открыть новую страницу в истории Конецгория. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Деревня Зехнова, первая в Кенозерском национальном парке, перейдет на возобновляемые источники энергии, солнечные батареи и ветроустановки. Преимущество возобновляемой энергии в том, что она неисчерпаема и присутствует практически в любой местности. По плану первым к возобновляемым источникам энергии будет подключен отреставрированный старинный гостевой дом парка. Специально для него солнечные панели смонтируют участники Международной летней климатической школы, которая пройдет в парке. В дальнейших планах архангельских активистов полностью перевести деревню на возобновляемые источники энергии, солнечные батареи и ветроустановки. В Архангельске впервые стартовал кинофестиваль «Пенега Вижн». Он собрал в Архангельске 50 участников из Мурманска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Казани. Главная задача фестиваля – развитие кинематографа в регионах. После двух дней мастер-классов, бесед с известными спикерами и защитами своих проектов участники отправятся в Веркалу, где будут снимать короткометражки. Начинающие режиссеры, сценаристы и актеры представят фильмы на закрытии фестиваля 17 июля. Мы проводим питчинги в Москве, в Петербурге. Есть определенная тенденция, что в Москве даже качество, количество идей, оно немножечко оставляет желать лучшего. И когда мы приезжаем в регионах, мы видим определенную свежесть. Мы понимаем, что техническая подготовка, там еще что-то надо готовить, надо, конечно, развивать, но в любом случае вот та идея, та свежесть мысли, она здесь присутствует. Поэтому просто надо еще учиться. Фильмы победителей получат поддержку профессиональных продюсеров, а начинающие кинематографисты откроют себе дверь в мир большого кино. Такие новости к этому часу. Увидимся в 16.00. Оставайтесь с нами.